Всем привет! Вы на канале Собервижн. Сегодня я покажу вам, как изменился природный формикарий за прошедший месяц. Мы поселим в него первых жителей и узнаем, что они вовсе не первые. В нем уже вовсю кипит жизнь. Кроме того, я расскажу вам, как поживают те семьи муравьев, которых я планирую заселить в живой формик. Ну что, поехали? Спонсор сегодняшнего выпуска – магазин Unkeeping Depot. Не упустите возможность приобрести редких муравьев, заграничные формикарии в одном месте. Ссылка в описании. Итак, с момента создания природного формикария прошло уже около месяца. За это время, естественно, произошли значительные изменения. Посмотрите, как он быстро набрал силу. Все растения прижились и чувствуют себя вполне хорошо. Давайте посмотрим на них повнимательнее. Мох заполонил всю заднюю стенку и хорошо закрепился на глиносмеси. Фикус практически сразу начал расти. Вначале очень медленно, ну а спустя пару недель прям хорошо так ускорился. Он активно начал забираться по задней стенке и цепляться корнями за глину. Одна из стрелок уже достала до верхней крышки и готова ее открыть. Этот фикус, наверное, один из самых моих любимых растений в этой банке. Дальше, по мере роста, будем его обрезать и контролировать стремление к захвату всего формикария. Селегинелла вполне неплохо себя чувствует и разрослась уже практически до передней стенки. Прикольно наблюдать, как день ото дня она меняет цвет листьев. Очень красиво смотрится в этом углу и имеет интересные маленькие листики и парящие корни. На среднем плане у нас находится стаурогин. Он неплохо подрос и выглядит прекрасно. Также на среднем плане у нас растет красивое красное пятно. Это альтернатера. Она уже прилично вымахала. Посмотрим, до каких размеров она сможет дорасти. Очень органично смотрится среди зеленых зарослей и сразу привлекает к себе внимание. В качестве почвопокровного растения у нас химиантускуба. Ему нужно было около 10 дней, чтобы привыкнуть к новой среде, и он тоже пошел в активный рост. В формикарии получился уже приличный ковер зелени. В целом банка уже выглядит совсем по-другому, и это фактически только начало. Он будет меняться день за днем. Мне очень понравилось выращивать растения в данной конструкции. Огромным плюсом является отсутствие водорослей на первом этапе становления микрофлоры. Свет у меня включается автоматически с 9 утра до 9 вечера, и никаких проблем. Один раз в неделю я опрыскиваю растения дистиллированной водой, а один раз удобрением. Возникает вопрос, как насекомые отреагируют на удобрение. По моему мнению, все должно быть хорошо. Я лью не слишком концентрированное удобрение. Пока все, кто тут находится, а живет тут уже много кого живы и здоровы. Кстати, о жителях этого формикария. Я решил заселить туда карликовых тропических мокричек. Но, как оказалось, это уже не первые жители в этом формикарии. С первых дней тут поселился некто. Практически с начала запуска проекта я стал обращать внимание, что на корягах появилась небольшая паутина. С каждым днем ее становилось все больше и больше, и, наконец, я решил посмотреть, кто же ее плетет. Я взял небольшую лапку от туркменского таракана и положил ее на паутину. Днем я никого не обнаружил, но стоило только выключиться светильником, как из темноты оказался первый житель формикария. И это паук. Я внезапно включил свет и увидел, как он вцепился своими зубами в ногу таракана. При виде яркого света он затаился. Но стоило слегка подуть на него, как он тут же оживился, и поспешил ретироваться в свою норку. Ему приглянулась небольшая выемка в дереве, в которой он проводит большую часть своего времени. После небольшого ожидания он вылез. Снова схватил тараканью ногу и затащил ее в свое убежище. Треодически я вижу, как он ловит каких-то небольших мошек. Кроме паука, в формикарии проживают колемболы, которые появились, скорее всего, из грунта. После публикации фото с пауком некоторые подписчики предупредили меня об опасности соседства муравьев и паука. Муравьи могут застревать в паутине и станут хорошим обедом. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Поразмышляем вместе, что делать с этим незваным гостем. Давайте прямо сейчас заселим в формикарий, как уже оказывается, не первых жителей. Совершим, так сказать, макричный десант. Макритцы будут десантироваться в одно из укромных мест с помощью ложки. Они сразу начали осваиваться в новом доме и расползаться по всему формикарию. За неделю пребывания они передислоцировались по всем укромным местам. Чаще всего их можно наблюдать под корягами и на корягах. По крайней мере, там их видно лучше всего. Они будут надежными помощниками в рыхлении субстрата, а также, по моему мнению, станут отличным живым кормом для муравьев. Так кого же в итоге я буду заселять в этот формикарий? Я планирую поселить туда две семьи. Одной из них будет семья Адантамаху с Баури. Сейчас у меня только матка. Она находится в формикарии Азия с подстыкованной малой самосборной ареной. Королева чувствует себя прекрасно. Через день она получает кусочек туркменского таракана, который я кладу ей прямо в гнездо. Она с удовольствием им лакомится и через несколько дней старается выносить остатки на арену. Правда, не всегда спешит это делать. Я, чтобы не допустить появления клещей, выкидываю таракана в сам. У нее отлично развивается расплод. Появилось уже три личинки. Самых маленьких она прикрепляет к стенке. Одна личинка начала питаться самостоятельно. Частенько вижу, как она голодает кусочек таракана, заботливо принесенной мамой. Думаю, рабочих с десяти можно будет переселять эту семью в живой формикарий. Сейчас нам остается только ждать. Совсем недавно ко мне пришла одна семейка. Это темнотораксы. Очень прикольная мелочь пузатая, которая должна будет найти себе мини-щель и обосновать ее. Хотя, может быть, я найду для нее какой-нибудь желудь и поселю их туда. А потом этот желудь будет отправлен в живой формикарий. Попозже будет видно. Сейчас в этой семье 4 рабочих. Я начинаю их активно кормить. Они очень хорошо кушают. Это, наверное, самые маленькие муравьи, которых я содержал. А содержал я приличное количество семей. Судя по голосованию в моей группе ВКонтакте, заселять их будем от 30 особей. Поэтому придется немножко подождать. Запускать неокрепшую семью тоже не хочется. Смогут ли они выжить в агрессивной среде, населенной адантомахусами и пауками, покажет время. В любом случае, в таком составе отправлять их в природный формикарий еще рано. Буду информировать вас о положении дел в этих двух семьях. И как только они достигнут нужной численности, мы переселим их в новый дом. Также продолжим наблюдать за ростом растений в живом формикарии. И при необходимости начнем их корректировать и стричь. Вот такой сегодня получился выпуск. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok